Дочь Мадонны Лурдес по праву можно назвать амбассадором движения небритых подмышек. При каждом удобном случае, будь то красная дорожка или рекламная кампания, наследница звезды без стеснения демонстрирует всему миру бурную подмышечную растительность. По всей видимости, Лурдес берет пример со своей звездной мамы, ведь та тоже любит похвастаться волосатостью. Длинные волосы, да мне все равно, подписала этот кадр Мадонна. Вообще, одной из первых, кто не постеснялся выставить свою густую растительность в области подмышек на всеобщее обозрение стала Барбара Стрейзанд. Это фото сделано еще в 1962 году. А вот ее коллега Джулия Робертс показала то, что обычно принято скрывать совершенно случайно. В 1999 году эти фотографии наделали немало шума. Артистка явилась, например, у фильма «Нотинг-Хилл» в красивом вечернем платье, открывающем небритые подмышки. Общественность была шокирована такой выходкой, ведь это не просто какое-то рядовое мероприятие, а красная дорожка. Только спустя 20 лет Джулия призналась, что тоже чувствовала себя неловко. «Эти снимки до сих пор стоят у меня перед глазами, я просто не рассчитала длину рукава. И взмах руки, и не подумала, что эти две вещи раскроют кое-что личное обо мне. Но мы все люди, всякое может случиться», вспоминает звезда. Коллега Джулии, актриса Пенелопа Круз, не стала стесняться и в 2010 году снялась со своими небритыми подмышками не где-нибудь, а сразу на обложке журнала Vogue. А хулиганка Бритни Спирс уже столько всего натворила, что ее волосатые подмышки кажутся лишь мелкой шалостью. Известная модель и актриса Эмили Ротаковский является ярым борцом за права женщин. Она считает, что каждая женщина вольна сама выбирать, делать ей эпиляцию или пренебречь этой процедурой. Модель признается, что с волосатыми подмышками она чувствует себя еще более сексуальной. «Дайте женщинам возможность быть такими, какими они хотят. Для меня волосы на теле – еще одна возможность для женщины использовать свое право на выбор», – заявляет Ротаковский. Не только иностранные звезды решаются на столь смелые эксперименты. Вот и певица Анна Седокова поздравила своих подписчиц с 8 марта, выложив это провокационное фото. Реакция фанатов звезды была неоднозначной. Кто-то такой бодипозитив одобрил, но многие раскритиковали Анну в пух и прах. «Какая волосатость, мне неприятно на это смотреть. Кажется, что это фото неприятно пахнет. Вообще-то женщине надо следить за собой и избавляться от ненужных волос. Это выглядит неопрятно», – написали комментаторы в соцсети.